Красноярцы отметили День Народного Единства. В финале праздника для всех, кого не испугал холод, устроили световое шоу, чтобы увидеть его. Некоторые приехали даже из других регионов. О том, как это было, расскажет Владислав Пирогов. Под гимн России началось в понедельник вечером красочное шоу «На стрелке». Его организаторы посвятили Дню Народного Единства и грядущему 85-летию края. Сотни людей пришли полюбоваться игрой света на самых знаковых объектах города. Это Вантовый мост, БКЗ, Музей Площадь Мира и даже минусовая температура не помешала эмоциям. Отлично, ярко, ново, ново. И музыка красивая. Не зря не пожалели, что пришли в такой холод? Конечно нет. Мы приехали с другого конца города. Шоу очень красивое. Я по интернету увидела рекламу. Решили с семьей выехать, посмотреть. Очень интересно, очень красиво. Молодцы. У нас такого в Забайкальском крае не бывает. Световое шоу носит название «Сердце Сибири». В пульсирующей подсветке можно угадать стремительный енисей, спокойную зелентаги. Красный цвет символизирует богатство народов, населяющих край. Золотой и оранжевый обозначают природные запасы региона. Здесь представлено как и реки, и тайга, и северное сияние, и наш легендарный север, и промышленная мощь, и это интенсивное развитие. Вот это все совмещено в едином световом шоу. Я думаю, что это по праву считается одной из лучших, будет считаться одной из лучших картинок мира. И все это вместе с музыкой поражает воображение. Над цветовым оформлением зданий по заказу компании «Суэк» властей края и города работали ведущие мировые дизайнеры. Специалисты из Италии, США, Китая и России разработали систему управления огнями, аналогов которой в нашей стране нет. Удивительно, но вся эта анимированная подсветка настолько отлажена, что управляется всего лишь с одного мобильного телефона. Только представьте, 15 тысяч диодов загораются от нажатия одной кнопки. Световые спектакли уже становятся для Красноярска доброй традицией. Впервые, напомним, игру огней показали гостям универсиады. Однако, говорят авторы проекта, с каждым разом шоу становится только ярче. Идея компании «Суэк» по созданию световых спектаклей получила специальный приз всероссийского конкурса «Медиатек». В мэрии Красноярска добавили, что шоу будет продолжаться. В следующий раз горожан обещают удивить на Новый год.